Известны ли вам какие-то другие подобные ситуации, когда бывших заключенных именно из этого отряда Шторм-Зет просто считают спецконтингентом и, в принципе, выносят в отдельную категорию людей, которые уже не относятся как будто ни к заключенным, ни к людям, которые участвуют в войне в Украине? На самом деле все так и есть. И если говорить о причинах всего этого, то причина восходит в знаменитому Шойгу Герасимов, где патроны. Это вот к этому. Дело в том, что когда Пригожин забирал заключенных из мест лишения свободы, из колоний, не было вообще никаких законов, которые бы ему позволяли это сделать. Их, так сказать, не было и нет. По-прежнему все эти люди, которые служили в ЧВК «Вагнер», которые были завербованы в ЧВК «Вагнер», они были наемниками. Наемчество в России по-прежнему запрещено. И Пригожин не имел никакого права это делать. И там был единственный механизм, более или менее как-то легитимно включенный. При этом мы не знаем до сих пор, каким образом был включен. Это президентское помилование, которое сейчас, надо сказать, отменено. Президентское помилование, которое непонятно, когда включалось. То ли когда их забирали еще из зоны. Но мы не видели ни одного указа о помиловании, мертвых людей. То ли оно вступало в силу после полугода. Ничего про это было неизвестно. И, конечно, статус у этих людей, конечно, он не был военнослужащим. Это были бойцы, работники частной военной компании. Но пока Шойгу воевал с Пригожиным, так сказать, устно, а потом уже и по-другому, при этом Министерство обороны подсуетилось. И вынесли они в Госдуму поправки в закон о воинской службе. И разрешили заключенным, а это всегда было запрещено людям судимостью, забирать в армию, служить в армии и так далее. Им это было разрешено. Но разрешено таким хитрым образом, что действительно статус военнослужащих на них не распространялся никак. Значит, согласно многочисленным принятым поправкам, они были приняты в течение нескольких, даже лет, я бы сказала, в течение двух лет эти поправки принимаются, заключенным последовательно разрешали осужденным. Их можно брать добровольно в ряды вооруженных сил. При этом действительно, да, у них статус не военнослужащих. Это добровольцы, и только добровольцы, больше никак. И теоретически, теоретически, их можно мобилизовывать и призывать в армию. И для этого в зонах сделаны столы войского учета, то есть фактически военкоматы. Но мобилизации и призыва на военную службу, на воинскую службу, еще ни разу не было. То есть теоретически, когда начнется мобилизация и призыв, то заключенные, которые пройдут под призыв на мобилизацию, да, не могут быть военнослужащими. А то, что происходит сейчас, они абсолютно, совершенно добровольно заключают такие очень специальные контракты. Они сейчас не считаются ни осужденными, ни свободными людьми, ни контрактниками, ни тем более военнослужащими. У них есть один статус. Они условно освобожденные добровольцы. Условно. Все очень условненько. Очень условненько. Поэтому, что называется, подписывая договор, читайте мелкий шрифт. Вот сейчас, на сегодняшний день, мелкий шрифт такой. Никакого помилования через полгода, ничего этого не будет. Все это отменено полгода назад. И уже почти год скоро будет, да. И теперь, подписывая контракт, человек, у которого есть судимость или светит судимость, еще нет судимости, но это у нас довольно новое в уголовном кодексе, в уголовно-профессуальном кодексе, пока мы говорим о судимых, он добровольно соглашается быть освобожденным условно для того, чтобы отправиться на военные действия. И теперь это все вписано в уголовный кодекс и в уголовно-процессуальный кодекс уже с 23 марта этого года. Дальше. При этом человек может быть подозреваемым, обвиняемым в совершении преступления или подсудимым на любой этой стадии, на любой этой стадии, вплоть до того, что его только в ВВС привезли в наручниках. В результате временного содержания он может сказать, что «Ай-яй-яй-яй-яй, да, убил, зарезал, изнасиловал, расстрелял, покусал, отобрал, ударил по голове, отнял, но вот прям да, я все это сделала, а теперь я хочу на войну». Да-да, в частности, мы это обсуждали, как раз эту тему тоже мои коллеги на прошлой неделе, о том, как уже подозреваемых и людей до суда призывают отправиться на войну в обмен, так сказать, на отсрочку разбирательства уголовного дела. Да, если возвращаться... Нет, это не отсрочка, это не отсрочка, это все. То есть это дело закрывается, и мы передаем наш пламенный привет всем потерпевшим. Ну, а хотелось бы вернуться к заключенным. Вот конкретно... Это заключенные. Да, но я... Кстати, не будем делать разницу теперь между заключенными и осужденными. Осужденные люди, у которых есть приговор суда, заключенные те, кто сидят в СИЗО. Это все равно один и тот же, собственно, Шторм-З и Шторм-В. Это два подразделения. Значит, дослуживают уже те, которые были осуждены в Шторме-З, а вот эти свеженькие, они идут в Шторм-В. У них у всех одинаковый статус. А вот эти изменения в связи с их статусом, отменой помилования, ведут ли к тому, что заключенных в целом, вот как вы упомянули, и тех, и тех, становится меньше на фронте или нет? Или ситуация не меняется? А вообще, чем сейчас заключенные занимаются на фронте? Куда их отправляют? Они занимаются тем же самым, у меня и штурмовики. Более того, я хочу сказать, что начался снова набор женщин-заключенных. Он был прекращен где-то в сентябре прошлого года. А вот сейчас, 25 мая, очередных 10 заключенных после большого перерыва, вот в связи с изменением законов, забрали из колонии номер 7 в Ленинградской области в Саблино. Вот они только что поехали на подготовку на войну. Это тоже будут штурмовички. Причем забрали женщин из ШУЗО, из штрафного изолятора. Так что все идет по-прежнему. Пока забирают заключенных, но их начали забирать уже, видите, на подлете, на более ранней стадии. И я напомню еще раз, никто из них, никто не обладает статусом военнослужащего. Они добровольцы. Поэтому им положено такое же, в общем, денежное удовольствие, как военнослужащим. Лечение ранения на, собственно, передовой. А все остальное за свой счет и потом, пожалуйста. Ничего дальше. Никаких 6-7 миллионов за гроб. Никаких 3,5 миллионов за ранение. Это ничего им не положено. Никаких 3,5 миллионов за ранение.